Приветствую вас и началом ответим на вопрос, что двигало вам, когда вы оберегали любовь человека, который относился к вам, ну пусть будет искренне, что вам двигало. Какие у вас были стремления, желания, чего вы хотели, что было для вас актуально, интересно, какие были цели. Второй вопрос. Что вам двигало, когда вы пришли к этому человеку, зная, что он уже к вам охладел? Почему вы хотели его привязать? Видели ли вы его как последний шанс? Воспринимали ли вы его так? Если да, то почему? Почему вы воспринимали именно его как последний шанс? Что опять-таки заставило вас так думать? Так воспринимать себя и так вот принимать его? Далее, что заставило вас попытаться привязать его к себе? На что вы рассчитывали и чего хотели? Что вами двигало? Снова этот вопрос. Вы, наверное, вините себя в том, что с этим человеком у вас ничего не получилось. А когда у вас у самой не вышло построить отношения с тем, кому вы симпатию испытывали, и вы захотели любви и захотели к нему вернуться, он вам уже ничего не мог дать. И отсюда напрашивается логичный вывод. Нельзя насильно заставить себя испытывать чувства. Вы это поняли, когда оказались на месте этого человека. И теперь, обладая таким вот опытом, вы не будете отмахиваться от любви так легко, как раньше. Но проблема заключается в том, что у вас по какой-то причине не получилось то, ради чего вы отказывались от любви этого человека. Уж что это было? Мне сейчас сказать, наверное, будет сложно. Может быть, это были отношения другие. Может быть, вы хотели построить с каким-то другим мужчиной отношения, который вам нравился, но которому не нравились вы. И никогда у вас не получилось, вы почувствовали, что унижены, и хотели это унижение восполнить с помощью этого человека, но не получилось. Может быть, вы просто почувствовали себя одиноко и решили прийти к нему как к единственному, кто относился к вам искренне. Так или иначе, вы не написали, что у вас к нему была любовь. По крайней мере, из вашего текста это прямо не вытекает. Вам он был нужен, да, вам он был нужен, но для удовлетворения своих потребностей. И вот средством для удовлетворения ваших потребностей человек быть не захотел. Что вам делать? Во-первых, наверное, понять, чего вы хотите. Понять, чего вы желаете. И для чего вам мужчина. Для чего вам отношения. Что, по вашему мнению, как бы, личная сфера вам дает? Что она должна вам дать, по вашему мнению? Второе. Прямо вытекающая из первого вопроса смысл в том, что человека необходимо воспринимать как носителя собственные ценности. То есть, воспринимать его как саму цель. Стараться там самым делать что-то для него, хотеть сделать, делать его счастливым и прочее. Делать это не ради чего-то, а просто ради самого процесса. Это очень важно. Дальше. Дальше следует привести к объективному показателю, ну, как сказать, к объективному, к неидеализированному, незавышенному и незаниженному показателю ваши требования к мужчинам. Критерии, и, конечно, не критерии к себе. Что вам мужчина должен дать, по вашему мнению, и что вы ему можете дать, по вашему мнению, чем вы его привлечете к себе, и привлекаете, и можете привлечь, чем он вас. Понимание этих вещей поможет вам лучше определять потенциального партнера в отношениях. Дальше. Построение отношений с мужчиной, если вы не находитесь в юночестве, я имею ввиду, не являетесь подростком, строится все-таки на равноправом общении, взаимодействии, особенно в течение начальных этапов, в дружеской форме, на основании общих интересов, общих взглядов, там, где можно построить диалог и взаимодействие. То есть тот человек, который либо разделяет с вами ваши взгляды и интересы, и вам есть с ним о чем поговорить. Либо органично дополняет вас в том, чем вы не обладаете самостоятельно, но при этом нуждаетесь в этом. В конечном второй форме отношений есть негативные моменты, мы сейчас о них не будем. Тем не менее, из этих форм можно выбрать ту, которая вам нужна, и стремиться к ней. Может быть, это будет обе формы на 60 мужчин, но их необходимо для себя оформить. То есть у каждого эти формы приобретая свои собственные очертания. Вам необходимо создать свои. Вот, примерно так вам и нужно двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.